Иногда люди пишут мне, зачем вы показываете этих несчастных животных, кому они нужны, тем более инвалиды. Говорят, нам даже смотреть на это не хочется, потому что от вас одни расстройства. Вам лишь бы нажалось надавить, лайки собрать, а вот и нет. Я делаю это для того, чтобы все увидели, что любое животное, даже с самой тяжелой судьбой и какими-то особенностями, при желании можно привести в порядок и сделать счастливым. И сейчас я в очередной раз вам это докажу. Истощенного лабрадора со следами пыток нашли на улице в Курске. Судя по тому, что мы увидели, Ашеру тушили бычки, у нее были поломаны ребра и имелся пероплазмоз. Мы забрали ее, подлечили, отдали в заботливые руки в Москве. Хозяйка Ашера Татьяна активно занимается здоровьем своей любимицы и просто обожает ее. А это пекинес Манечка, хозяева алконафты, часто избивали ее и выгоняли из дома. Собачку мы забрали с улицы, сделали операцию, потому что у нее были очень большие проблемы по женской части. Манечке мы нашли дом в Питере, она живет как королева и сейчас отдыхает на море в Болгарии. Вместе с семьей, чихуашкой и тузиком, которого эти прекрасные люди взяли у нас еще год назад. Ну вот, Манечка, первый раз море увидела. Трусишка, Манечка. Воды боишься? Да. Собака носит. Манечка. Это лисенок, собачка-инвалид. Несколько дней в лютую жару она умирала в кустах с оторванной лапой. Когда мы узнали о ней, собачку уже в прямом смысле ели мухи, потому что за все эти дни ей никто не оказал помощи. Но это не помешало нам привести малышку в порядок и найти для нее чудесную семью. Сейчас лисенок живет в Москве, у нее полная семья и родители просто обожают свою особенную шоколадку. Дай пять. Молодец. Дай пять еще. Дай пять. Вот так. Давай еще. Так получилось, что у лисички у нас было две и вот как раз вторая. Эту собачку нашли на улице в ливень. Она погибала от пероплазмоза и жуткого истощения. Нам просто чудом удалось ее спасти. А потом я нашла и в Москве самую заботливую маму Аню. С того дня лисена не только любимая дочь, но и первая модница в Москве. У нее всегда шикарная прическа, лучшие одежки, полная миска и куча пушистых друзей. Среди которых еще одна наша бывшая подопечная Тереза. Эту собачку мы спасали зимой на кладбище, где она пыталась согреть чужих щенков. Теперь эти собачки счастливо живут в одной семье. Все, Теречка, пошли. Пошли встречать нашу красавицу. Вадим, вадим. Все, выходим. Заплакала. Она вообще от нас не отходит. Ой, какой холесенький. Пинтовый. Я знаю, ага. Размотала? Да, размотала. Да, моя золотая золотая золотая. Ой, какая красоточка. Ты привет, моя девочка. Сейчас я тебя заберу. Сейчас мы тебя заберем. Держите, пожалуйста. Сейчас мою зляденькую девочку. Наши девчонки играют. Ой, ты мой злядки. А это особенный котик Марсик. Еще месячным котенком его выбросили на мороз. У Марсика была сильнейшая такси, его жутко качало, он падал. Из-за этого котик не мог нормально поесть и постоянно вываливался из лотка. Врачи наперебой советовали его усыпить. Женщина, которая его нашла, не стала этого делать. Но потом она устала ухаживать за инвалидом, и я узнала о том, что скоро он останется на улице. Мало кто верил, но мне удалось найти для Марсика чудесную хозяйку, которая изо всех сил билась за его здоровье и добилась таки невероятных успехов. Котик стал чувствовать себя гораздо лучше, его качество жизни нельзя даже сравнить с тем, что было раньше. Вы только посмотрите на этого красавца, с виду даже и не подумаешь, что с ним что-то не так. Его новая мама просто герой, ведь Марсик пытался и сражаться, потому что он безумно боится уколов. В общем, котик теперь счастлив, вопреки всему. А это маленький Захарка. Первое фото сделано в тот момент, когда его только нашли. Так же, как и лисичка, он несколько дней лежал на улице с оторванной лапой, и никому не было до этого дела. Песику сделали операцию, выходили его, а затем я нашла ему заботливую хозяйку в Питере. Теперь маленький песик с особенностями стал самодостаточным и жизнерадостным парнем. Они с мамой тихо живут вдвоем, размеренные с жизнью, и просто обожают друг друга. Захарка, мальчик. Да, нагулялся с утра пораньше на даче, набегался, а теперь на мамкиной кровати хулиган отдыхает. Ай, хулиган ты, да я ж тебя не ругаю, зайка, ты ж знаешь, что я тебе разрешаю. На даче все можно, да и в городе тоже, да? Ай, как она хвостиком маме виляет. Ты, лапушка мой, глазки блестят, хвостиком виляет. Лежи, солнышко, потом сбегаем в гости с тобой на соседнюю улицу, да? Да? Пойдешь? Пойдешь. Ой, все! Слово пойдешь, это все. Таких историй у нас уже даже не сотни, а тысячи, и обо всех я буду рассказывать вам постепенно. Поставьте лайк, если хотите продолжения. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok